Привет, друзья, с вами Кик и сегодняшнее видео будет про компанию HINFIN и их монету X3CE, которая больше месяца у меня в портфолио и на днях дала плюс 200%. Но до того, как я начну говорить про HINFIN, хочу, чтобы вы знали, что никто мне за это не платил. Здесь нет никакой финансовой или коммерческой выгоды из этого видео. Это только мое мнение, почему HINFIN стоит внимания и их программное обеспечение Factor.io тоже. Нужно посмотреть, как все это работает. Итак, HINFIN это компания, которая предоставляет финансовые и комплексные решения. Один из самых простых примеров это покупатель, продавец и человек, который спонсирует сделку. Вот финансы поставляются по частям, также выплаты и продавцу, и также человек, который спонсировал эту сделку, он получает процент и плюс. Вот это со временем часто делится на, скажем, 12 месяцев, 24 месяца. Выплата получается так. Для всего этого нужно, если не использовать, к примеру, такие решения, как предлагает HINFIN, вам нужны брокера, вам нужны лойеры, адвокаты для составления этих договоров. Также вам нужна бухгалтерия, чтобы следила и добавляла проценты, если какие-то дни вы запаздываетесь в платеже. Так вот, все это, и плюс еще очень много интересных, к примеру, ведучение войса, генерация разных репортов. Все это есть в HINFIN, и это очень легко. У них HINFIN, а Factor ELE, их программное обеспечение. И оно просто очень легко использовать. Зарегистрироваться, как покупатель, продавец, финансист, очень легко. И создать сделку, и в общем все. Так что, смотря как это работает, лично я, мне все это понравилось, и я месяц назад решил инвестировать. Все, кто следит за моем портфолио, больше 50 человек, они знают, что я добавил HINFIN примерно месяц назад. Тогда цена была 0.004, сейчас уже 0.003. Тогда было 0.004, а сейчас 2.0015. То есть 200 плюс процентов. Я рад, что еще одна монета из моего портфолио себя оправдывает. Казалось бы, тут хотел бы заметить, касательно MATIC. Смотрите, MATIC, я в этом видео говорил, что оно вообще не должно было попасть в мой портфель. Но только из-за того, что один из фондов, за которым я слежу, это Coinbase Ventures, инвестировали в MATIC. Вот только исходя из этого, я купил MATIC и большую часть продал, когда цена поднялась. После того, как объявили, что в Coinbase несколько монет, они изучают несколько монет, техническая поддержка для того, чтобы посмотреть, какие будут поставлены в Coinbase для торговли. Ну, конечно, если Coinbase инвестировали в MATIC, в MATIC логично, что они будут продвигать его для торговли. Для того, чтобы быть. И даже если посмотреть с финансовой стороны, что про проекты как технической со стороны, у меня просто нету никаких плюсов. Я не вижу никаких плюсов в этом программном обеспечении. Так что вот только цель финансовая. И поэтому, когда MATIC добавился, все равно там в моем портфеле было написано Shitcoin. 99% Shit. Ну, то же самое не касается Finfin и их монет. Потому что применение, такое отличное программное решение для вот всех этих услуг, это супер. Оно работает быстро и очень хорошо. Касательно других пунктов, смотрите, партнеры. Партнеры, что радует, это в Finfin есть партнерство с R3. В R3 мы знаем, что в основном сфокусируется на корпоративных финансовых решениях. И как гигант компании, так и для среднего бизнеса. У Хинфин, в партнерах R3, там есть еще и французский государственный инвестиционный банк BPI. Капитал, который составляет 60 плюс миллиардов евро. Не огромный, небольшой. Но тот рынок, на который нацелен Хинфин, это отличное место. Потому что, по сути, их программное решение – это более максимально упрощенная кредитная система, в которой все генерируется автоматически. Все цифры, архивы на блокчейне, то есть контракты все. Кто сколько заплатил, сколько опоздал, сколько комиссия, сколько составляет проценты. В общем, все есть на смарт-контракте, лежит их, все это на блокчейне. И самое главное – юзер интерфейс. Для меня это самое главное – юзер интерфейс. Просто супер. Итак, по цифрам, если посмотреть по партнерам R3, BPI, Circle также у них в партнерах. По цифрам 15 миллиардов XTCI, то есть коина. 4 миллиарда уже в обороте. Рынок, на который нацелен Хинфин, если получится работать и взять рынок от себя, это где-то рынок 5 триллионов долларов. Учитывая простота их программного обеспечения, что мне очень нравится, повторюсь, учитывая их партнеры, которые конкретно занимаются тем вот в этой сфере, где можно применить Хинфин, я думаю, что проект Хинфин хорошее, стоит внимания. Я буду держать его на долгосрок. Конечно, риск есть, но все равно стоит Хинфин, стоит этого риска, чтобы держать надолго. Вот и все, друзья. Спасибо всем. Увидимся. Продолжение следует...